Сегодня, 13 марта, в Государственной Думе прошли парламентские слушания о деятельности организации договора о коллективной безопасности в период председательства Российской Федерации. В обсуждении приоритетных направлений, предложенных Российской Федерацией в 2013-2014 годах, приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, объединенного штаба УДКБ, секретариата парламентской ассамблеи УДКБ, а также представители профильных министерств и ведомств. По окончанию парламентских слушаний участники подвели итоги мероприятия. От нашей фракции тему мы поднимали о том, что мы бы хотели использовать комиссии ОДКБ, в частности, по безопасности и обороне, с тем, чтобы дать оценку событиям, происходящим в Украине. Первое – это правомерность изменения власти, происходящих событий, конституционность этих действий. И еще рассмотреть вопросы, имея в виду наше сотрудничество и в формате с рядом государств Таможенного союза, и в формате ОДКБ, с точки зрения тех санкций и угроз, которые мы слышим сейчас в адрес России со стороны Соединенных Штатов и других западных государств. Сегодня, когда происходит тревожное событие на Украине в непосредственной близости границ пространства ОДКБ, мы все обязаны задуматься над той ролью, которую ОДКБ призвано играть в архитектуре региональной безопасности. В повышении роли ОДКБ в обеспечении безопасности на евразийском пространстве мы должны вспомнить, что ОДКБ призвано стать полноценным, полнокровным измерением безопасности создаваемого Евразийского экономического союза. Парламентские слушания удались. Теперь задача в том, чтобы их рекомендации были услышаны, в первую очередь, правительством Российской Федерации, поскольку необходимость форсированного развития организации, ее разноплановых программ, действительно важнейшая задача, которую нам предстоит решать буквально в ближайшие месяцы. Мы получили достаточно много предложений, касающихся как правового регулирования деятельности организации, так и направления ее развития, как силового блока, так и политического сотрудничества. Это все будет учтено, мы доработаем те рекомендации, которые сегодня мы рассматривали. Я думаю, что они лягут в основу очень серьезной большой работы в формате ОДКБ по развитию структур ОДКБ. Сегодня активно развивается правовая база ОДКБ, которая позволяет на базе российских вузов, Министерства обороны, внутренних дел, готовить военную элиту, готовить высокопрофессиональные кадры для системы ОДКБ. ОДКБ первая и единственная организация, которая провела среди интеграционных систем, провела очень мощный постком по украинскому вопросу. Первая и единственная организация, которая в 2008 году смогла отстроить инструментарий противодействия вызовов и угроз, связанных с Южной Осетией и Абхазией. И эту составляющую надо наращивать.